Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Саламу алейкум Айсаламу алейкум Давай выходи Эй, меча душу Саламу алейкум Живее давай Шамир не любит тебя Да тихо дай Агуллов Агуллов, дай туне Агуллов Александрович На что убивать будут? Хотели бы убить Убили бы давно Убьем, не волнуйся На обмен, наверное, повезут сейчас Заткнись Бюльё, газа Вечер, уважай Да, вот, вец Убили бы Убили бы Убили бы Убили бы Да, вот, вец Убили бы Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ихам, очки. Ты дох! Почему? Ты унцехайтир! Ашадик не истери! Айнгоишся гумуба, агрекичал, ашадик хуш! Ашамид, халхил эпсор, капитан? Сунцунцан хитля. Готов встречу. Хреново у тебя по-прежнему с наружкой. Давно тебя срисовал. Здравия желаю, товарищ майор. Или как теперь правильно? Господин майор. Правильнее подполковник. Для тебя, надеюсь, по-прежнему товарищ. С чем пожаловал, товарищ подполковник? Старик команду собрал. Особый статус. Работаем по всему Кавказу. Полномочия выше крыши. Подчинение непосредственному центру. Вот хотел тебя привлечь. А то твой старинный знакомый достал насовсем. Мазгоев. Угу. Сейчас, судя по всему, что-то серьезное задумал. Так что давай к нам. К работе нормально вернешься. Да нет, вот там как-нибудь без меня. Я же уходить с конторы собрался. Как это уходить? И может и операть Бога. Докончился опер, Жанель. Сдох. Когда Базгайр к башке моей пистолет приставил, вот тогда и сдох. Там в плену мальчишка со мной сидел, Женька. Позволю. Все меня по имени и отчеству называл. Глаза заглядывал. Сам понимаешь, в месяц плена, как 10 лет жизни родной стало. И вот вывели нас. Хромой начал решать, кого из нас шлепнуть. И вот тут Равилья сдрефил. Не поверишь Богу, начал молиться, чтобы меня спас. А он и спас. Мазгайр тогда Женьку застрелил. Я жить не знаю, как после этого. А ты говоришь, на служку возвращайся. Матери в глаза посмотреть не могу до сих пор. Почему-то вспомнился, раз касание. А я рисую окажется. Русско-японская война в Маньчжурии приводит к русскому офицеру-капитану. Двух китайцев. Старика и мальчишку. Их подозревают, что они японские шпионы. Ну и капитан по закону военного времени отдаёт приказ их расстрелять. И вот лежит потом ночью в окопах капитан это глядя на звёздное небо и думает. Вот две тысячи лет назад была Великая Римская империя. И был не офицер, такой же, как он. И служил он верой и правдой этой империи. А потом вдруг до него дошло. Нет уже давно не Римской империи, которую все считали вечной. Вечный. Не офицер этого. Ну и к чему ты это? Да понял вдруг капитан этот, что возможно скоро не будет ни его, ни империи, которую он служит. И вся борьба за неё стала для него вдруг бессмысленной. Вон куда тебя занесло. Удобная философия. И совесть чистая, делать нечего. И мудрецом себя чувствуешь. А если ребёнка истязают, женщин насилуют и убивают, тоже не замечать. Вон недавно в Ставрополье две чеченские девчушки двадцать человек вместе с собой подорвали. Все на куски. Одной было 17 лет, другой 15. Базгаев приказал командирам полевым готовить подростков для терактов. Вспомни, сколько Базгаев вместе с арабскими новинками мирного селения в Дагестане положили. Ведь стариков и детей убивали. Да и Женя этого, когда стрелял. Он ведь не об империях думал. Он так просто убивает. Так, между прочим. Егор Александрович, здравствуйте. Здравствуйте, Анатолия Николаевна. Я думаю, кто это? За Женю, святыми могилами принесу. Простите, Наталья Николаевна, я буквально на пару минут. Вот, возьмите. Что это? За Женю. Ну, я получаю каждый месяц. Это дополнительно. Теперь полагается. Мне расписаться нужно? Нет, не надо, я расписался. Может, поужинаете со мной? Простите, Наталья Николаевна, мне бежать надо. Понимаю. До свидания. До свидания. Егор! А того, который Женя убил, вы его поймали? Нет, не поймали. Мы его уничтожили. Шамиль. А ты, дуй. Диа, чуаса бородим. Салам, Шамиль. У алейкум, ассалам. Чай? Спасибо. Ты уже все знаешь, почему ракеты не попали в цель? Они не могут попасть. На каждой из них стоит программа. Свой-чужой. Она не даст сбить российские самолеты. Как отключить эту программу? Ее нельзя отключить, Шамиль. Пробовали. Не получилось, как не старались. Ты можешь найти ракеты, которые полетят? В России нет. А за границей? Думаю, да. Надо будет выяснить, что осталось в советское время. Тогда на ракеты такую программу не ставили. Но это будет стоить денег. Больших денег. Я дам тебе денег столько, сколько нужно. Даже больше дам. Ты, главное, найди эти ракеты. Это очень важно. Маме своей я вроде самое необходимое завез. Ну вот так, загляните к ней перед отъездом. Мало ли что. Я сама собиралась. Так, это Тахламон гуляет еще. Гуляет. Ты ему там спуску не давать, пускай читает каждый день. Хотя бы страниц по двадцать. Я его знаю, будет с утра до вечера футбол гонять. Молбесом растет. Ты надолго? Да, Надя, что нет. Тать, ну-ка. Ну то, что там? Да у нас там ничего серьезного. Так, плановая командировка. Про снарядки. Продолжение следует... Четыре дня назад в районе Ножа Юрта пытались бить вертолет местного госпиталя. Стреляли из Иглы. Два раза. Ракеты ушли с курса и самоликвидировались. Осколки осмотрели. Те самые ракеты со склада в Ингушетии. Скорее всего, пристреливаются. Скорее всего. Ну тогда я думаю, что Базгаев уже знает, что с Пузырька что-то не так. Знает. Вопрос, что он теперь предпримет. Да, и вот еще что. По данным Центра на прошлой неделе, буквально за один-два дня резко возросли финансовые поступления боевикам из-за рубежа. И к тому же прокатилась целая волна грабежей по всему Кавказу сразу. Есть сведения, что за этим всем стоит Базгаев. В любом случае началось движение. А действовать бойки будут через свои каналы. В общем, поднимайте старые связи, осведомители, все наработки, родственники, знакомые, женщины. А нам работают! Гормоти! Пошел, пошел! Работай по первой! Работай по первой! Давай! Держи! Граната! Давай сюда! Граната! Ялла! Уходи! 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 Пошел. Ну чего? Вот его опознали среди убитых боевиков, напавших на вашу машину в Назране. Но в базе данных его нет, это точно. Ясно. Еще что-то есть? Только это. Один из нападавших потерял на месте преступления. По рисунку установили, что кузнец, который изготовил кинжал, с Сунжинского района. И, судя по всему, он большой мастер. У Андреева из ингушского управления в Сунже вроде штык свой был, помнишь? Да, этот, как его, шустрый момент. Так давай, проверь. Свяжись еще с МВД и военными. Тимоф, что ты делаешь? Проверяю информацию. Вот это что? Оригами. Что? Оригами. Японский журавлик, успокаивает. Черт, кого набрали в контору? Ничего сказать не могу. Ну, правда, я ничего не знаю. А сам давно с деньгами не занимаюсь. Завязал. Неправильно ведешь себя, Мамед. Мне ведь ничего не стоит намекнуть друзьям твоим, что это ты поставил нам к Исламу Дауру. Ну, чтоб приударить за его женой. Как знаешь. Стой. Есть один человек. Кто такой? Исмаил Салаев. Он вроде с деньгами связан. Ну, и как найти его? Где он живет, этот Исмаил Салаев? Кабарда. Город Баксан. У него там дом. И вот еще. Говорят, что ему мент один помогает. Кремянник очень большого человека. Кто такой? Заур Хаенов. Премянник вице-премьера Кабардино-Балкарей. Перехватим на три разговора. Возможно, звонил Базгаев. Вряд ли. Хромой старается телефоном не пользоваться. Если звонит-то один, максимум два раза. Равиль, я пробил этого Салаева. Мутный тип. Надо его дом брать под наблюдением. Что думаешь? Ну, да. Я уже связался с местным управлением Баксани. Есть конкретная информация, что Ахмед Сатиров один из связных Базгаева. Откуда информация? От Магумова. Проверенный источник. Слушай внимательно, студент. Прежде чем что-то сказать, предложить или не дай бог что-то поменять, считай до ста в этот момент, тщательно проверяй информацию. Иначе ты отнимаешь много времени и сил. Ты меня понял? Так точно. Твое дело слушать и выполнять указания. Ясно? Так точно. Я тебе объясню, Тимур. Есть такое понятие кровная месть. Так вот, этот Магумов, кровник Сатирова, он уже вот здесь. Понимаешь, он всех достал. Он кадыровцев предупредил, ментов предупредил. Тебе теперь слил информацию. Понимаешь? Понимаю. Отлично. Собирайся, в боксан со мной поедешь. Егор Александрович, вы, конечно, извините, но по-моему, зря все это. Два дня уже сидим. Ну, приехал Каянов, уехал. И что? Возможно, ты и прав, студент. Впустую, все. Часок еще посидим и поедем. Местным передадим, пускай их наружка пошит. Ой. Ой. Игорь Александрович, смотрите. Каянов? Каянов, Каянов. Точно он, его машина. Да, да, да. На месте. Егор, как дела? Да ничего нового, Равель. Самарев с утра уехал, Каянов появился. Стоп, а чего ему в пустом доме-то делать? Значит, у них кто-то есть. И кто-то очень важный. Ас-салам алейкум. Ас-салам. Игорь Александрович, что ли, адрес? И этот. Твою дивизию видел, что здесь нужно. Ну, пойдем, посмотрим. Ас-салам алейкум. Алейкум ас-салам. В чем дело? Нам нужен Исмаил Салаев. А его нет. А ваши документики можно посмотреть? Свои ребята. Лейтенант Бигбаев. Старший лейтенант Салидов. Извините, а это у вас кто? А это мой брат. Он что, чеченец? Да нет. Уважаемые, ваши документики можно посмотреть? Уважаемые документики. Документики. Уважаемые документы. По ногам. Никого больше? Вроде никого. Это готов. Молодец, Симур. Хорошо стреляешь. Говорил же, педагоган. И чего менты-то досунулись к Салаеву? Нестыковка между нашими ведомствами. Им дали задание проверить группу адресов. Этот чертов Салаев и у них успел засветиться. А Салаева-то взяли? Нет, не взяли. Как в воду канул. Ну, есть адрес брата Салаева. Смотайтесь к нему, проверьте. Ошмельшву. Федерал. Вам чего здесь надо? Нам нужен человек, который вы сейчас захватили. Не повезло вам. Ни одного живого. Хотелось бы посмотреть? Да. Немного ли хочешь? Сказал же, живем, никого взять не удалось. Да что ты на меня так пялишься? Тихо, тихо. Шато перевалочная база Гилаева пять лет назад. Хасам, вот ты такой большой, я ума не приложил. Как я в тебя промазал? Да я смотрю, знакомое лицо. Да, промахнулся. Ну, и ты жив остался, слава Аллаху. Да кто мог подумать, что вот так будем вместе? Пойдем взглянем. Пойдемте. Пошки, отставим, все в порядке. Первого в клетку, второго в запросе. Скажи спасибо, что легко отделался. Хасам, я тебя на куски порвал. С братом Ибрагимов был связан. Я вам говорю, что не знаю я никого. Не знаю. Я Шамиля последний раз видел год назад. Честное слово, я никого из них не знаю. Местное управление установило, с кем встречался Салаев. Так сказать, его круг общения. Ну, скорее всего, это рядовые пособники. Но среди них может быть и связной для передачи денег Базгаева. Вот. Вот этот особенно интересен. Султан Ибрагимов. Несколько раз попадал в сферу нашего внимания, но всячески каждый раз удавалось отвертеться. Короче, берем под наблюдение всех. Подключаем местную наружку, слушаем телефоны и особое внимание Ибрагимов. Попробуем. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Кто это? Гусейнов это. Федералы останавливали своего дома. Ты просил выяснить. Выяснили? Говорит, что дорогу показывал. Вроде бы с федералами не сотрудничать. Говорит? Вроде бы. Знаешь, Мурат, силу надо поддерживать верой. А веру силой. А лучше еще наказанием. Тогда у нас будет больше преданных людей. Давид. Давид. Он сказал, что у него есть хорошие ракеты в Грузии, еще с той, старой версии, советской, без программы свой-чужой. Любой Кием чудо и трудоц, Ракетч. Мурат, Ракетч, я не знаю. Шамиль. Шамиль, нам нужен надежный человек, который доставит эти ракеты из Грузии. У меня есть такой человек. Айса Дегурев. У AMD и Айс. Увидимся! 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 Айс! Повторяйте! Увидимся! Пять-то еще, миль. Пять-то. Да-да! 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 Егор Александрович, тут вот какое дело. Ибрагимов, который по делу Салаева проходит, он, видимо, где-то в горах был. Короче, сначала ему кто-то звонил с неизвестного номера, потом он сам. Но связь плохая, ничего не разобрать, только обрывки. Ну, ни тени, студент, о чем говорили? Непонятно, странный разговор, шифр какой-то. А где сейчас Ибрагимов? Вот-вот на равнину выйдет, там связь появится, мы его ведем. Звонок! Слушаю, рад тебя слышать. Ну как, готов к празднику? Да, готов. Вот только меда не хватает. Много надо. Тетка Зульфия говорит, есть хорошая ярмарка. Поезжай, найдешь мед. Адрес запомни. Воронеж, улица Ленина, 12. Приезжай к часу дня. Торговля лучше всего. Я приеду. Конец цели. Воронеж, улица Ленина, медовая ярмарка. Мед, это деньги. Передача денег произойдет сегодня. Воронеж, да, конечно, фруй и шатой. Но только там нет улицы Ленина. Какие там вообще улицы, их там всего петь? Центральная, молодежная. Аптичная, советская. В центры они соваться не будут, светиться им ни к чему. Все произойдет на окраине. Значит, советская идеальна. И Ленин, советская, да? Во сколько? Час. Последний раз они прибавляли два часа, три. Все произойдет в 15.00. У нас совсем нет времени. Ибрагимов ехал в город. Повторяю, Ибрагимов ехал в город. Пошло движение. Ну, наконец-то. Тебя гость ждет, а ты ездишь где-то. Нехорошо. Если что, ты решил, что он связный, может, машину придет сремонтировать? Ну, вот сейчас его увидим. Вот он идет. Похоже, привез что-то. Тяжелый свертвичек. Что это? Деньги. Ну, если деньги, то немалые. Угу. Эх, проследить бы. Сейчас свяжусь с нашими, пусть номера пробьют. Может, привезти прямо к Базгаеву. Маяк надо ставить. Нельзя, слишком опасно. По инструкции запрещено. Да к черту инструкции. Уйдут, Ралиль. Тимура предупреди. Тимур, серебристая девятка, Е719УР, 20-й регион. Задержи. Ё-моё. Извините, сейчас, это буквально минута. Машин, Келсиан Крис. Стоять там, Машин. Ты что, права купил, что ли? Давай быстрее, я тороплюсь. Что у тебя там случилось? Полин, а? Что случилось? Да я не знаю. Она переходит с первой на вторую. Серебря в мокру. Пацаны действуют. Пацаны действуют. Пацаны действуют. Сейчас, действуй. Сейчас. 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 Останемся. Азгави, науэлла. Вот здесь, подкрути. Давайте попробуем. Давай. Есть, есть. Давай, давай, давай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ладно. В село соваться нельзя. Следим за маяком. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Возвращается. Ну да, деньги скинул я обратно. Надо брать. Да, да, все получилось, спасибо. Собежайте вот туда. Да, есть. Парни, дайте нам пообщаться с дорогим гостем, пожалуйста. На ручки снимите. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ага, все дальше мы садим. Если что, мы рядом. Тебе привет из Москвы ума. От брата твоего. Ты почитай, почитай. Там, оказывается, много интересного. Как я понимаю, это часть денег, которые ему приносили для, думаю, что Базгаева, а он любезно переводил их в Москву, в одной небольшой строительной компании. Какие еще деньги? При чем тут Базгаев? Че ты врешь? Какой фирмы? Той самой, которой владеет твой брат. По нашим данным, украл ты у своих покровителей порядка ста пятидесяти тысяч, и все зелень. Ну, ты поправь, если мы ошибаемся. Как я понял, объяснять тебе, что ждет тебя, твоих близких, родных, особенно брата, когда узнают твои друзья, что ты вор, не стоит? Слушай, мне внимательно. Мы не налоговые инспекции, но вот эти вот бумажки ни к чему хочешь, мы тебе их подарим. Мы сегодняшним всего хотим узнать про деньги, которые ты сегодня передал. Хорошо. Кому ты их уду? Фамилии, я не знаю. Зовут его Ильхан. Мне назвали место, я отвез туда. Ну и все. И все, ты хочешь сказать, передал деньги какому-то незнакомому человеку? Нет, почему незнакомому? Я ему уже передавал. Но кто он, я не знаю. Вроде он живет в этом селе. А может, у него кто из родственников там? Как дом найти, где ты деньги передал? Четвертый, по левую сторону. Ну, там еще ворота такие старые, голубые. КОНЕЦ Ну, что закрыты на деревяшку? Нас никто не ждет. Давай попробуем. А чего пробовать? Зря вообще полезли. Мало ли кто там в доме. Тяжелых вызовем, отвезем к нам. Ну, ты же знаешь, что все тяжелые сейчас в Ингушетии на усилении. Так что, как ни крутиться, мимо придется. Тяжелых вызовем. Пошел. Это ж Ганьева. Раиса Ганьева. Ты ее знаешь, что ли? Еще бы. Ее брат Ильхам Ганьев. По сведениям, один из охранников Базгаева. По-моему, нам повезло. Да что ты, мы ее в свое время вербовать пытались, дохлый номер. Алкоголичка. Алкоголичка в этих краях. Если бы не брат, ее давно бы местные камнями закидали. В муку. Попробуем. Ну что, может все-таки попробовать? Ты чего это попробовать? Да я раньше по три штуки балтики-идетки хлопал, за один присест. Ее ржа этот, сейчас сам видишь, вообще беспробудно. К тому же на редкость дурная баба. Да и вряд ли она что-нибудь знает. Думаешь, брат ей свои секреты выдаёт? Не смеши. Я все-таки попробую. Как знаешь. Раиса. 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 Где твой брат? Нам очень нужен твой брат. Раиса. 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 Я же тебе говорил, сколько провозились всю коту под хвост. Раиса. 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 Р Нагло и выйдем. Местный увидит. Доложит, гоня его, что федералы к его сестре приходили. Он и придет сюда разбираться. Не-не. Нет, Ебор. Здесь же Серега Попова год назад шлепнули. Ну, а что делать? У нас выхода другого нет. Человек из окружения мозгаева. Ну, ты, если хочешь, идти через русло, а я в открытый выйду. Да пошел ты. Замажим, что не стрелят. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я выиграл. Все равно выиграл. На краю поселка не считается. Голову даю Ганей, сегодня же здесь появится. Как мы его брать будем? Тяжелых же нету. Да сами справимся. Он же толпу с собой не потащит. Ладно. Сейчас попробуем наших свободных подтянуть. Идем. Я на точке. Повторяю, я на точке. Продолжаю наблюдение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Тем более никто не знает, сколько их там будет. Вопросы есть? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Началось движение. Внимание, началось движение. Приготовились, мужики. Ну все, с Богом. Ждите сигналы. Занять позиции. Ты охренел студент? Что? Ты бы еще во двор заехал. Чего звал? Короче, всю ночь никого. А падут, рассмотрю, боевики. Сколько их? Может, двое, может, четверо, я не понял. Проспал, что ли? Твою дивизию. Дай сюда. Надо нашим сказать, чтоб выдвигались. А что с Ганниевой? Да тихо ты, студент. Слушайте, да прекратите вы, а! Я старший лейтенант, у меня двое детей. Слышь, ты! Многодетный студент. Твое дело было наблюдать, а не спать. Старший лейтенант. А ты куда? Многодетный. А что? Ты здесь оставишься. Почему? Прикрывать нас. Да, это прикреп. Граната. Не терялось. Голосил. Сбрал, прикрой. Граната. Сбрал, прикрой. Сбрал, прикрой. Ухожу. Чисто. А Раиса? Да лежит дрова пьяная. Что у вас? Чисто. Зарай проверили? Да. Твою дивизию. Ну, вот сколько их было? Ну, студент. Значит, Ганниев не пришел. Почему? На крыше! Не стрелять! Не стрелять! Стоять! Стоять! Держи! Порограмм! В обход! Как ты? Нормально. Помоги ему. Есть? Дай! Подросток! Взрыв! Подросток! Взрыв! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пошел, сука! Ну, зараза, а? Вижу его. Он движется в мою сторону. Порох на реке. Стоять! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А вон! Руки, мразь! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ай! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Робин, ну вот здесь колоть надо. Калий, как колоть ты собираешься? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Остановись! Егор, остановись! Я тебе приказываю! Остановись, Егор! Где Базгаев? Я? Базгаев, где? Стой, не надо! Базгаев, где? Ты чего борзуев? Брешь! Там отец его сейчас, отец! Его теперь можно забирать. Вези тебя в управление. Я вертушки из Ингушетии вызвал из тяжелой. Меня здесь всего трясут. А ты как хотел? С волками жить по-волчьи и делать все. Перебежи ногу ему. Про захват оружия на военной базе в Ингушетии слышал? Да. Сам участвовал? Да. Кто навел? Не знаю. Навел кто? Мент один! Майор! Из службы собственной безопасности! У Шамиля везде свои связи. И в милиции, и в армии. Гоняет от тебя. Что сильно хромой расстроился, когда ракеты не полетели? Ничего. Скоро он себе другие грузии купит. А ну-ка. Где? Зачем его ракеты? Где? Сами спросите! Нет! Нет! Куда рули? Обзывайся, чувача! Закази! Отдальшись! В черт за ¡евенчики! Да! Да! В черт за г Kamala – фокус. КОНЕЦ 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 Субтитры делал DimaTorzok Мурат! Шамиль! Мурат, хозяевам! Шамиль, грузи, следующее, танцую! Тормак, ты лёг на! Далуацаны, ахч! Макуадия! Арбошкар, акачеванюештул, ахч! ВЫХАЖУ НА УКАЗАННЫЙ КВАДРАТ ЗАВАД ВЫХАЖУ БОУШИЛ БОУШИЛ, БОУШИЛ Приступаем к выполненному задатую Дом, КРВ-5, нас отстреливают. Нас уцепили, КРВ-5 прикрой. Дом, КРВ-5, нас отстреливают. Дом, КРВ-5, нас отстреливают. Первый пошел. Группе осмотреть место твое столкновение. О результатах заложить. Прославة армия на территорию. Лариса. Заложить. Группе summarize. Субтитры делал DimaTorzok Ну да, курсы крахи решите Ладно, потом выясним Надо все-таки кордоны поставить везде, на всякий случай Да угомонись ты, если он здесь был, он здесь и лежит Ладно, закрывайте Багажник откройте Свои! Почему без осмотра? Это же майор Хлоев С управления собственной безопасностью Большой человек Ни днем, ни ночью от него покоя нет С ума сошел на своих проверках Я же сказал, ты осмотра всех Всех! От трупов остались одни фрагменты Долго мы не установить, сколько всего человек был Ну что-то можно сказать уже прямо сейчас У нас есть генетический материал Брата Базгаева Так вот, среди убитых его близкий родственник Это сто процентов Вот определить точно, кто Шамиля Или его отец, или они тому бы Пока невозможно Более точная экспертиза будет через пару недель Ну тут вот еще что Незадолго до атаки перехватили сигнал спутникового телефона В районе разрушенного дома Угу, звонили с одного из контактов в базе мобильника Ганиева Возможно, сам Базгаев и звонил Номер на занеску возьми Слушайте, а вдруг все-таки там хромого не было? И как-то сумок ли те кто угодно Ну вот тут я тебя могу успокоить Он там был Только что опросили местных жителей Двое точно подтвердили Что видели Базгаева вместе с охраной Когда он ушел в Кимича Борзуя Значит Похоже на то Похоже Масара Масара Алло Да, ты уходь Я чду Я чду Я хочу человека одного пробить Кого? У меня кого Хлоева Майор местного МВД из управления собственной безопасности Зачем? Так на всякий случай Муминов Да, товарищ, по миру? Что? Понял Выезжаем Беслани школу захватили Там больше тысячи детей Кто? Азгаев Повторяем экстренную новость Около девяти утра по московскому времени Группа вооруженных людей на двух автомобилях Ворвалась на территорию средней школы номер один Города Беслана Террористы окружили собравшихся во дворе школы людей И загнали их в здание Имеется сведение, что от пультеррористов уже погибли трое человек Все погибшие гражданские лица С хронологией событий Александр Савченко Так, я не понял А работать кто будет? Не, люди У тебя не проклят Куда меры катятся? И уберете за собой Ох, их нога Поездом один из нападавших был уничтожен Однако террористам удалось тяжело ранить милиционеров А всех детей вместе с родителями загнать в школу По разным данным в заложниках оказалось от 250 до 400 человек Школьникам удалось связаться с родителями по мобильному телефону Савченко 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 Девяносто четверто годия цемтоанбин мотощий. Хейл гоняк васталдин на топе. Капешкала азма ми егез. Ааа. Аслан шавала бачди инкармул ватсан. Сондик лайзи. Сосайла амдир мейр ватсан. Акьет я сборчу. Кьет, Шамал, кьет. Иди к нам. Между обгоревшей шведской стенкой и баскетбольным кольцом, к которому боевики привязывали бомбы, родители поставили памятник. Два ученических стула, грамоту за успехи в футболе и школьную тетрадь. Родные погибших вешают на стены школы фотографии. Те, кто выжил, приходят сами и пишут на листочках свои имена. В этом доме на первой заводской улице открыты ворота, и мужчины молча стоят вдоль стены. Здесь хоронят пятиклассницу. Рядом первоклассника вместе с матерью. На улицах Беслана сегодня очень много людей. Они или идут на похороны, или возвращаются с похорон. Мы будем дальше воевать. Захватывать будем. Владивосток, Хабаровск, Москву захватим. Мы будем воевать до конца. И никто нас не остановит на этом пути. И это будет от тех пор, пока всю Россию не уничтожим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова